я вам предлагаю сегодня приготовить вместе со мной томатный суп с морепродуктами это очень простая штука попробовав ее поймете что это реально вкусно значит что нам нужно для бульона для бульона у меня здесь есть пока кастрюлька нагревается у меня здесь есть шелуха от креветок мы же должны почистить креветки прежде чем их отправить в суп конечно вы можете этого не делать но я вас уверяю очистив креветки вот таким образом аккуратно разделяем панцирь и когда у нас уже останется один хвостик держа за него аккуратно оп и у нас остается в руках креветочка которую мы должны потом по спинке надрезать не до конца просто провести ножом так чтобы у нас раскрылась верхняя часть как только мы раскрываем верхнюю часть у нас здесь есть кишечная вена вот она видите она так называемая кишка в которой может быть пища и поэтому например когда кишка белая и в ней нет ничего черного я всегда говорю это пугливая креветка ну потому что если там есть что-то черное это смелая креветка когда ее вылавливали она не напугалась и ничего не сделала вот эта пугливая креветка нам повезло поэтому никакого песка у нас на зубах скрипеть не будет так нужно делать независимо ни от чего разрежьте их вдоль и креветка будет готовиться в два раза быстрее на огне в воде в бульоне где угодно она останется сочной и вы получите максимум удовольствия от ее поедание вот смотрите креветки у меня готовы все а панцири которые мы очистили мы их не выкидываем они у нас тоже пойдут в бульон у меня есть несколько зубчиков чеснока сковородочка нагрелась растительное масло и вот здесь я добавляю немного оливкового все-таки это такой знаете ну какой-то европейский рецепт что ли чеснок у нас слегка обжарился я сюда бросаю панцирь от креветок значит небольшое количество тимьяна если будете использовать сухой не бросать его в масло он тут же начнет гореть с розмарином то же самое если есть возможность добавить свежий добавляйте свежий если нет значит добавляйте сухой обязательно знаете вот эти белые части такие непрезентабельные я их обычно отрезаю несколько кусочков и отправляю тоже сюда в обжарку и как только я обжарил все отходы я сюда добавляю голову судака все эти каркасы и заливаю водой из чайника почему да потому что мне просто нужно быстрее сварить бульон обязательно соль и перец пока бульон закипает переходим к овощам режем каким-то произвольным кубиком главное чтобы кусочки были небольшие и лук режем сельдерейчик тоже примерно такими же кубиками как и морковь с луком небольшое количество оливкового и совсем чуть-чуть растительного масла сюда добавляем растительное я говорю имею ввиду всегда подсолнечное как только маслица у нас нагрелась отправляем сюда морковь и сельдерей и обжариваем все это до полуготовности примерно 5 минут не забывайте что нужно снять пену с бульона пена это не самое лучшее что должно быть у вас тарелки в финале пока у нас обжариваются овощи рыбу но как вы уже поняли у меня судак на коже его чистили чистили ночи одно что-то плохо мне очистили его если вы не желаете чистить его от чешуи можете вообще всю кожу срезать и оставить только лишь кусочки филе когда овощи у нас хорошенько обжарились я же сказал что их нужно готовить до полуготовности в этот момент пора отправлять сюда томаты кусочками у нас же ведь томатный суп вот смотрите многие мои друзья покупая подобного рода ну вот они видят рецепты покупают банку томатов они находятся в томатном соке не имеют ни соли ни сахара и предназначены вот именно для такого рода блюд ну я имею ввиду что для того чтобы есть их вкусно полноценно сюда нужно добавлять и соль и сахар и так далее всякие дополнительные ингредиенты но если мы используем томаты кусочками для приготовления супов для приготовления соусов для приготовления может быть каких-то тушеных горячих блюд или соусы для пиццы то тогда конечно вы получаете самый крутой вкус почему зимой мы не можем найти нормальных томатов везде один пластик сплошной вот эти томаты собираются в италии в августе и имеют самый настоящий летний вкус но и так как они практически не обрабатываются они всего лишь стерилизованные то здесь нету никакого вареного жареного вкуса здесь нет ничего здесь есть чистый концентрированный вкус томатов и я выливаю бульон смотрите ориентируйтесь примерно так чтобы жидкости было 50 процентов я не люблю когда супы густые на всех этапах пробуем добавляем конечно же освежаем пару веточек тимьяна розмарина добавлять больше не буду кальмара я насекаю наискосочек таким образом чтобы не прорезать его насквозь я делаю несколько надсечек так кальмар у нас будет более красиво выглядеть если не хотите заморачиваться вы можете этого не делать просто нарежьте кальмар кубиком и потом отправьте вместе с остальными ингредиентами как только у нас сеточкой надрезан кальмар соответственно режем его таким образом чтобы нам было его удобно цеплять ложкой тут все на ваше усмотрение мы все это отправляем в суп за нашего российского командорского кальмара можно не бояться он всегда остается мягенький для эстетики для красоты почему бы не использовать мясо миди в панцире ну то есть самих миди отправляю сюда вот смотрите не нужно даже доводить до кипения суп в который все это отправилось нам не нужно его дополнительно наваривать вот смотрите кальмар вывернулся весь по надрезам да и китай например называют кальмар нарезанный в форме шишки креветки у нас уже готовы они вот так вот похожи на такую козерожку с рогами все готовится моментально быстро как только я выключил плиту для обострения вкуса морепродуктов нужно буквально пол зубчика чеснока тонюсенькими пластинками нарезать и отправить в горячий суп я налил суп сразу же хочется сюда добавить чего до зеленого лука на ваше усмотрение вы можете добавить сюда кинзу укроп зеленый базилик можете добавить листочки свежего тимьяна вариации может быть масса аромат великолепного супа переносит меня на средиземное море чего и вам желаю наслаждайтесь рецептами готовьте дома с удовольствием подписывайтесь на наш канал и приятного аппетита